В студии новостей Артемий Заварзин. Здравствуйте! Вот о чем я и мои коллеги расскажем сегодня. Две победы за сутки. Красиво начал архангельский водник на 46-м кубке мира. В одной из северодвинских больниц появился уникальный эндоскопический комплекс, а на городской свалке испытали новые средства борьбы с горением. Архангельские школы готовы поднять качество образования. За счет чего? Команды пуск еще не было, но готовность номер один. В Мизене скоро начнет работу новая котельная. В Плесецкой ЦРБ проведена министерская проверка на соблюдение трудового законодательства. Что дальше? И в марте будем принимать чемпионат России по пауэрлифтингу. Как идет подготовка? Северодвинский тлеющий полигон ТБО решили тушить с применением новых технологий. На мусорной свалке работает архангельский подрядчик на пару с профессором, автором идеи и спецмашиной из Волгодонска, которая создает облака. Успешно ли выяснял Николай Цыков? Это демонстрация специально для собравшихся журналистов. Именно такое облако из микроскопических частичек воды и заполняет полости внутри полигона. Там на глубине происходит тление. Спецмашина прибыла из Волгодонска. Каждые полчаса агрегат расходует три тонны воды и превращает ее, как здесь шутят, в настоящие облака. Работы ведутся уже трое суток. Положительный эффект есть. Здесь температура была 190 градусов. А, да, вот перед вами. Вот температура, которая там есть. Это 35 градусов. Причем работали мы всего 2-3 минуты. Такое состояние воды, сравнимое с облаками, называется температурно активированное. То есть это не жидкость, конечно, не лед и не пар. Разработкой технологии еще в 90-е начал заниматься профессор Раенко из Академии государственной противопожарной службы. Но только в 2008-м такие машины поступили на вооружение в органы МЧС нескольких регионов страны. С помощью этой технологии разрушали обледенение на Саяносушинской ГЭС. Регулярно применяют для разбития заторов в процессе ледохода на реках. Но свалку тушат впервые. Вода при нагревании, большой давлении изменяет свои свойства и не кипит. Когда мы ее подогреваем здесь до температуры до 250 градусов, при давлении до 100 атмосфер, она поступает по рукавам к специальным стволам, где происходит так называемое взрывное вскипание. Под этой поверхностью большие полости. Она не стекает вниз, как обычная вода, она заполняет все полости. Завершить работу планируют к понедельнику. Принимать результат будут с помощью специального квадрокоптера с тепловизионной камерой. Так будет видно, остались ли очаги. Это картинка до начала работ. Однако речь не идет о полной остановке тления. Поскольку здесь уже полигон запущенный, мы делаем пока только предотвращение перед зимним периодом, чтобы это могло вытеснить лишний кислород из поверхности и притушить вот это все. Убрать ядовитые газы, осадить дымы, охладить то, что там происходит. Потому что по-другому, как показывает практика, было не добраться до этого. Более серьезного эффекта можно добиться, поставив, например, сразу три машины на разных участках, дополняют специалисты. Ответим также, что на сегодня на проблемную часть полигона завезено порядка 8 тысяч кубометров грунта. Так пытаются изолировать свалку от поступающего кислорода. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. А сейчас в Мизине топительный сезон в этом году. Там будет особым. Существующие четыре котельные скоро остановят работу, чтобы уступить место современной новой. Ее строительство выходит на финальную стадию. Подрядчики уверяют, мощности новых котлов хватит для всех потребителей. Команды пуски еще не было, но готовность номер один. Помимо каркаса здания, вся начинка, котлы, теплообменники, насосы смонтирована. Выведена система газоудаления, поставлены дымовые трубы. Строительство началось в июне, все в графике, хотя погода подводила не раз. Сварочные работы нельзя проводить во время дождя, как-то так. А мы когда вот варили фермы, ну металлокаркас, то есть работы приостанавливали порой. Ну а теперь уже можно говорить о финише большой стройки. Возведение котельной стало возможным благодаря концессионному соглашению администрации района с Мизенской теплоснабжающей компанией. На территории города Мизене планируется строительство детского сада на 220 мест и строительство поликлиники. И для этого нам большая необходимость строительства новой котельной. Ее мощность 4 котла по 2 мегаватта каждой. Этого достаточно, чтобы обогреть существующих потребителей и подключить новых не только в Мизене, но и в поселке Каменка и других населенных пунктах района, где есть котельная. Все это в соответствии со схемой теплоснабжения, разработанной местной администрацией. Народ пишет такие у нас заявления, то есть Мизенцы проверяют очень большой интерес к обеспечению теплом именно централизованно. Долгожданный запуск планируется до конца октября. Кроме существующих теплотрасс, возведут и сети от строящейся котельной до котельных города, которые будут работать в режиме теплообменных пунктов. Артемий Заварзин, Николай Акулов, Регион 29. Тверская область принимает опыт Поморья по внедрению системы «Безопасный город». Разговор сегодня состоялся в правительстве региона. Делегация из Твери детально изучает информацию о системе, которая в Поморье работает уже 4 года. «Безопасный город» объединяет оперативные, коммунальные, дежурные службы, а также предприятия и организации региона. Однако потенциал системы раскрыт не до конца. Помогает то, что список пользователей аппаратного комплекса начинает расширяться. Участников тягиваем, просто говорят, что у нас есть инфраструктура, давайте к ней подключайтесь, вот стандарт. И они тоже с интересом реагируют. Хотим так, чтобы создать инфраструктуру. Часть из нее будет государственная, а часть просто welcome к нам. Мы будем расширяться сами, увеличивая географию. Гости из Твери также узнали, что собственники объектов могут легко интегрировать свои локальные сети видеонаблюдения в региональную систему безопасности. Современные технологии это легко позволяют. Исокогорский детско-юношеский центр и лыжная база «Саламаты» – эти спортивные объекты сегодня в зоне особого внимания городских властей. Почему? Расскажем. Спортивному оснащению Исокогорского дюдс может позавидовать любой крупный тренажерный зал. Несколько помещений для бокса, фитнеса и тяжелой атлетики с современным снаряжением. При этом дети до 18 лет посещают занятия бесплатно. Особая гордость – секция пауэрлифтинга. Не случайно здесь регулярно проводятся крупные областные соревнования по этому виду спорта. А в марте пройдет чемпионат России. На подготовку к всероссийским соревнованиям центр заказал новое снаряжение на миллион рублей. Это средство областного гранта. Туда идет шесть скамеек для жима лежа, шесть стоек для приседаний, два соревновательных грифа, аллейка, которые очень дорого стоят. Ну и тренажеры гиперэкстензии заказаны, силовая рама заказана. Одновременно продолжается преображение лыжной базы Саламаты. Объект долгое время был заброшен и реконструирован только к январю 2018-го. Здесь сейчас создан стрелковый комплекс для занятия биатлоном. Восстановлены домики отдыха и кафе, помещение которых уже готов арендовать бизнес. Решается вопрос закупки оборудования. Сейчас для продолжения работы базы и даю финансово-каватологическое завершение нужно будет уже в этом году внести изменения в бюджет по выделению средств, по технике, по оборудованию лыжных трасс, по инженерному оборудованию. Необходимая сумма – около 300 тысяч рублей. А вот на ремонт дороги через поселок Динамо, которая ведет к лыжной базе, понадобятся куда большие средства. В этом году часть работы сделана по отсыпке по территории поселка. Но основная, конечно, история с дорогой – это в самом Динамо. Там будем думать, с какой стороны подойти, потому что там-то объемы несравнимо больше. Вопросы о предоставлении средств как на закупку оборудования, так и на ремонт дороги будут обсуждаться с городскими депутатами. В перспективе лыжная база «Саламаты» вполне сможет соперничать со стадионом имени Кузина в Малых Карелах. Светлана Дайнека, Михаил Меньшенин, Евгений Зыков, Регион 29. До конца года железнодорожный мост Архангельска будет закрыт в ночные часы. Ограничения вводятся из-за ремонта железнодорожной части. Для транспорта с двух часов ночи до пяти утра въезд на мост будет запрещен. Для проведения ремонта несущих конструкций спецтехника как раз разместится на проезжей части. Для пешеходов тоже действует запрет в ночное время. Работы обещают начать с 15 октября. Ориентировочно закончат их к новогодним праздникам. Напомним, полное перекрытие движения здесь отложили до момента, пока не закончится реконструкция Краснофлотского моста. Второй в регионе и один из передовых во всем мире в Северодлинской горбольнице номер два появился уникальный видеоэндоскопический комплекс за 26 миллионов рублей. Теперь выявлять, например, раковые опухоли в желудке, прямой кишке и бронхах возможно на ранних стадиях. Видите, как четко видно, все прямо. Обычная ладонь на экране видеоэндоскопа выглядит вот так. Прорисована каждая морщинка, будто под микроскопом. Самый современный эндоскопический комплекс получили во второй горбольнице Северодлинска по областной программе развития онкологической помощи. Стоимость 26 миллионов рублей. О таком оборудовании еще пару лет назад могли только мечтать. Несколько лет назад у нас заведующий отделением эндоскопическим был на конференции, конгрессе в Москве. Делал селфи на фоне диагностического комплекса такого же класса и подписался, что на таком оборудовании нам никогда не придется работать. Прошло несколько лет и вот подобное оборудование у нас в больнице. Миниатюрные камеры выводят изображение в высоком качестве и обладают двойным фокусом. Это одно из главных преимуществ аппарата. Раньше эндоскопистам приходилось высматривать полипы и прочие образования в специальный глазок. Теперь же видны самые маленькие опухоли. Есть еще и специальный режим узкого спектра. Вот, да, все вроде хорошо. А при осмотре в узкоспектральном режиме, да, тут имеются воспалительные изменения, да, то есть гиперемия, отечность слизистая. То есть раньше мы этого просто не заметили. Именно это и позволяет обнаружить рак на самых ранних стадиях, поясняют врачи. Подключить к комплексу можно три разных эндоскопа. Для осмотра бронков, прямой кишки и желудочно-кишечного тракта. В комплексе предусмотрены и аппараты как для откачки жидкости, так и для промывки слизистых оболочек. Удобнее этот комплекс не только для врачей, но и для пациентов. Ведь эндоскоп стал более управляемый, а что самое важно, вводимая часть стала меньше в диаметре, чем старые модели. Поэтому теоретически для пациента переносить процедуру будет легче. Еще из плюсов – полученные изображения можно сохранять на флеш-карту, а сам комплекс перемещать по отделению в разные кабинеты. Подобный комплекс также установлен в Архангельском онкологическом диспансере. Николай Цыпь, Юлия Куницкас, Регион 29. Татьяна Жилина – главный врач Плесецкой ЦРБ, работники которой направили нам видеорассказ о проблемах в больнице, наконец вышла на связь с журналистами. Сегодня у нас появилась аудиозапись ее комментариев. Отметим сразу – ответы дежурные и малоинформативные. Но это хоть какая-то обратная связь. Итак, Татьяна Жилина сообщила, что за последние годы из больницы уволилось 17 врачей. Кто на пенсию, кто по собственному желанию, в том числе из-за переезда. Поиском новых работников администрация занимается. Зарплата начисляется в рамках действующего законодательства. А напряженность в коллективе, по словам главного врача, вследствие – переутомление специалистов из-за большой нагрузки. Негативный настрой коллектива связан как с дефицитом медицинских кадров. В результате возникает большая нагрузка. Кроме этого, настрой также влияет и отношение пациентов и родственников. Для того, чтобы каким-то образом сплотить коллектив, ежедневно в планерке проводим совещание, определяем тему разногласий, разрабатываем мероприятия по устранению с учетом мнения коллектива. На сайте Плесецкой больницы во вкладке «Вакансии» мы нашли красноречивое подтверждение острого кадрового голода, которое испытывает сегодня лечебное учреждение. Только самой ЦРБ без учета филиалов нужны 10 врачей и 10 медицинских сестер. На этом фоне особенно странно выглядит рассказ уволившегося год назад последнего терапевта-стационара Василия Белокопытова. Я сам, скажем так, нашел докторов, которые реально хотели помочь, которые хотели подхватить, помочь с ночными сменами, потому что переработка по часам была тоже очень большая, и это никто не оплачивал мне по факту. Но Татьяна Александровна, в связи с тем, что эти доктора работали у нас раньше, в больнице и были уволены по собственному желанию, скорее всего на фоне личностных отношений, она отказала этим докторам с принятием их на подработку. Приходилось отработать день, далее были ночные смены, вызывали постоянно ночью, снова день. И так было ни день, ни два, и ни неделя. Так продолжался целый год. Председатель областного профсоюза работников здравоохранения Александр Зубов отметил, что после того, как произошел открытый конфликт между коллективом и руководителем Пресецкой ЦРБ, в полку его профсоюза прибыло. Люди стали искать защиту везде, где потенциально можно ее получить. Вообще структура заработной платы на сегодняшний день состоит из заклада компенсационных и стимулирующих выплат. И зависит от главного врача. То есть, если у главного врача есть какие-то любимчики, ну это бывает в учреждениях, к сожалению, то зарплата будет одна. Если не любимчик, зарплата другая. Это встречается в учреждениях. И поэтому, если люди считают, что заработная плата несправедливая, то и возникают эти конфликты. По обращениям работников Плесецкой больницы в учреждении проведена проверка на предмет исполнения трудового законодательства. В Плесецк выезжали специалисты областного Минздрава, областного профсоюза работников здравоохранения, ревизоры. Сейчас, как нам сообщили в Министерстве здравоохранения, проводится аналитическая работа, по результатам которой будут приняты решения и даны установки. К другим темам. К 2024 году Россия должна войти в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования. Это одна из ключевых задач национального проекта образования. Приступили к ее решению и школа Архангельской области, заполняющая классы новым оборудованием. Каким, где и почем, расскажет Алексей Карельский. Эти малыши свои руки мелом больше не марают. Не потому что кончился. Просто на Медне 25-я гимназия Архангельска обзавелась вот такой интерактивной панелью. Говорим. 12 меньше 21. Хорошо. Заменитель классной доски представляет собой огромный планшет, приспособленный практически под любые образовательные задачи. На уроках математики мы используем клетку, на уроках русского языка мы используем линейку. И даже можно доску использовать на уроках музыки. В инструментарии доски есть набор геометрических фигур. Пожалуйста, чертила. И работаем уже непосредственно с этой фигурой. Пройденный материал можно сохранять и использовать повторно. А еще панель имеет выход в интернет. А значит и доступ к различным образовательным платформам, учебным пособиям, фильмам. Это доска и телевизор. Мы иногда смотрим уроки по окружающему миру. Таких планшетов Гулливера в школе два. Их меньшие, но более продвинутые собратья уже укладываются на парты. Два мобильных класса из ноутбуков, которые при этом являются не просто ноутбуки, ноутбуки-трансформеры. Вот сейчас мы видим, это как планшет идет. А так он работает, как обычный классический ноутбук. Гимназия получила в распоряжение 30 ноутбуков для школьников и 2 для учителей. Вся модернизация обошлась в 2 миллиона 100 тысяч рублей. Оборудование закуплено в рамках нацпроекта образования. А конкретно в ходе реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда». В этом году техникой осчастливили 10 школ Архангельска, 2 Северодвинска и еще пару учреждений среднего профессионального образования. На все про все 30 миллионов. Главная цель – это повышение качества образования, повышение интереса, повышение мотивации. И второе направление – это управленческая деятельность. Школа у нас работает в электронных дневниках. Для этой цели ноутбуки для учителей, для своевременной выставления оценок, для обратной связи с родителями. В следующем году проект наберет обороты. На закупку оборудования в региональном бюджете запланировано уже 130 миллионов рублей. Этого хватит, чтобы компьютерная техника поступила еще в 62 учреждения образования. На очереди Котлас, Коряжма, Каргополь, Онега, Новодвинск. Продолжится работа и в двух самых крупных городах Архангельской области. Алексей Карельский, Ольга Красулина, Регион 29. Сейчас ненадолго прервемся, а после расскажем о новых победах Архангельского водника на Кубке мира. Кардиомагнил 179,90. Добрая аптека. Всегда низкие цены. Оралсепт 229,90. Добрая аптека. Всегда низкие цены. В торговом центре «Корона» с 9 по 13 октября демисезонные зимние куртки, дубленки, пальто на синтепоне, тенцулейте и верблюжьей шерсти 42 до 74 размера. Строительный холдинг «Аквилон Инвест» отмечает свой технологичный день рождения. 16 лет нам – подарки вам. Только в октябре купите квартиру в новостройке и получите умные подарки. 11-й айфон, айпад, эпл-вотч, роботы-пылесосы iRobot или даже макбук. Выбери свой. Количество подарков ограничено. Звоните 46 50 54 подгорода 8182. Автограф дня на канале «Регион 29». Продолжаем. Сразу в двух округах архангельская полиция пресекла незаконную торговлю спиртом. Помогли в этом звонки жителей, которые устали наблюдать за предприимчивыми нелегалами. Так, в высокогорке продажа спиртного велась в одном из частных домов. Товар передавался покупателю прямо через окно. Полицейские изъяли порядка двух литров спирта. Аналогичную бойкую торговлю стражи порядка пресекли и в Октябрьском округе в одном из ларьков. Там обнаружено несколько коробок со спиртосодержащей непищевой продукцией. Нелегальный товар изъят. Всего с начала 2019 года из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято более 50 тонн алкогольной и спиртосодержащей продукции. Необходимо отметить, что употребление алкоголя оказывает значительное негативное влияние на криминогенную ситуацию в регионе. По данным статистики, почти 40% всех зарегистрированных преступлений было совершено в состоянии алкогольного опьянения. По выявленным фактам заведены дела об административных правонарушениях. Если эксперты установят, что жидкость представляет опасность для жизни и здоровья человека, возбудят уже уголовные дела. Борьба с нелегальными продажами алкоголя и спиртосодержащих жидкость – это вечная история. Вот и в общественной палате Архангельской области провели круглый стол на тему, как ограничить свободную продажу алкоголя в регионе. За круглым столом явно единомышленники. Обсуждают проблему излишней доступности алкоголя. Тема не нова. И кое-что в сторону ужесточения на уровне страны и региона предпринято. Например, введен запрет на продажу спиртных напитков в дни детских праздников. И тотальный запрет на реализацию в ночное время. В поморье с 21 часа до 10 утра. Но на законных основаниях, в виде исключения, алкоголь продолжают продавать в дни выпускных и по ночам в ресторанах, барах, клубах. А еще в кафе, которые чудесным образом пооткрывались в обычных магазинах. По некоторым данным, только в Архангельске таких точек сегодня не менее 140. Многие высказываются неудовлетворением этим, что их достаточно много. То есть площадь покрытия на одного жителя достаточно велика. Притом доступность и алкогольной продукции, и в продовольственных магазинах это все присутствует. Большая часть псевдо-кафешек расположена в жилых домах. Пробел в законе, позволяющий им работать, необходимо ликвидировать, считают противники наливаек. Сейчас в Государственную Думу наконец-то мы неоднократно обращались. Внесен законопроект, где будет предлагаться помещение менее 20 метров, которое находится в жилых домах, просто закрывать, чтобы они не торговали алкоголем. Прозвучало на встрече и более кардинальное предложение – инициировать полную изоляцию алкогольной продукции. Основное предложение будет – это убрать магазины алкогольной продукции в отдельные помещения, в отдельные магазины, чтобы алкоголь и пища, они несовместимы. То есть продажа алкоголя должна идти без сопутствующих товаров, без воды, без игрушек, как сейчас, к сожалению, делают у нас нерадивые алкогольные продавцы. Все предложения, создающие барьеры для свободной продажи алкоголя, участники «Круглого стола» изложили в виде отдельного документа. Он может стать основой законодательной инициативы, с которой региональный парламент обратится в Госдуму. Светлана Дейнека, Александр Богданович, Евгений Зыков, Регион 29. С победы стартовал Архангельский водник на 46-м Кубке мира по хоккею с мячом. Самый престижный клубный турнир проходит в эти дни в Швеции. С хозяевами поля, клубом «Вэтланд» игра прошла сегодня. Водник победил со счетом 4-2, удержав лидерские позиции, занятые накануне. В первом матче водник встретился с Иркутской «Байкал Энергии». Полузащитник «Желто-зеленых» Алексей Ибатулов открыл счет на седьмой минуте. Иркутские хоккеисты отыгрались под занавес первой половины. Во втором тайме наша команда забрала игровое преимущество, что нашло отражение в счете. Евгений Дергаев и Евгений Громницкий отличились по разу. Ответить «Байкал Энергия» на этот раз не смогла. Итоговый счет 3-1. Первая игра, она всегда складывается непросто. Такое тяжеловато было, но ребята молодцы. Выполнили все, что мы наметили и реализовали те моменты, которые мы создали. Игра была равная. Тут на Кубке мира все игры непростые. Сегодня повезло, видимо, было больше желания победить. У нашей команды ребята старались. Что ж, пожелаем дальнейших побед нашему воднику. Ну а начало просто красивое. Такие новости сегодня. Материалы выпуска можно пересмотреть в группе канала «Регион-29» ВКонтакте. Адрес на экране. Всего доброго и до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова